Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра City Skyline, я продолжаю развивать свой городишко и на самом деле есть уже небольшие проблемы с транспортом и проблемы с людьми, то есть с простыми людьми, простыми работягами, которых не хватает, они быстренько хотят все расти, они все учатся, прям стараются и начинают, начинается у меня нехватка. Вот так, все, отключаем свалку, она уже начинает работать, то есть начинаются проблемы, денег навалом, прирост идет, то есть в принципе в общем как бы все даже неплохо, я бы сказал, но вот здесь вот почему-то некоторые магазины тоже с ними вот бывают проблемы, то что, ну не магазины, а домики, потому что территориально домик здесь больше он не может встать, то есть не позволяет квадраты, но как бы вот так вот. Честно говоря, вот это место начинает уже такое, ну краснеть, и то есть по территории тоже вот тяжеловато начинается. Так, у меня произошел прогресс, у меня появились новые дороги, то есть шоссе с шумозащитным экраном и съезд, Саша, с шоссе. Господи, язык сломаешь. Так, а давайте мы попробуем эстакаду проапгрейдить, так, у нас апгрейд улучшения дороги, вот так, так. Так, я вот здесь не могу ее апгрейдить, потому что, потому что здесь мешает, вот здесь мешает этот домик, здесь мешает вот эта вещичка. Давайте попробуем ее перенести немножечко вот в сторонку, к примеру, давайте попробуем перенести вот сюда вот. Немножко. Так, просто эти дороги, они... Так, а здесь вот. Вот так вот. Вот так вот. Все равно, мне кажется, их хотя бы нужно сделать шумоизоляционными, потому что все-таки они, ну, шумят довольно сильно. Ничего, что здесь некоторые магазинчики поснесло, это не страшно. Главное, вот здесь вот шума мало, я на самом деле очень постоянно забываю, что нужно сажать деревья, вот честно. Говорю об этом постоянно и постоянно забываю об этом. Настырно, мне почему-то все говорят, что деревья убирает загрязнение. Это я проэкспериментирую в следующей серии, просто засажу все здесь деревьями, прям вот на этом красненьком, на розовом вот этом загрязнении, просто засажу к чертовой матери. Но сейчас я бы хотел заняться остановками, то есть построить депо, построить остановочки. Шум 50-й, поэтому, наверное, я ее построю где-нибудь вот здесь вот, то есть, ну, подальше. Подальше от территориальной части. И вот здесь вот на самом деле... Сейчас мы сначала, во-первых, очищение нажмем, так. Потом вот это снесем, вот это снесем и вот это снесем. Так, ну, потому что, сами понимаете, здесь уже это не нужно. Я вот смотрю, здесь даже уже пробочка небольшая образовываться начала. Наверное, здесь или здесь где-нибудь нужно развязку строить на основную дорогу, то есть делать еще один выезд. И один мост, это, конечно, уже маловато, то есть народ туда-сюда очень мотается очень много. И ладно, давайте строим депо. Так как она шумная, то мы ее построим довольно-таки далеко от основного города. Так, и автобусы, автобусные остановки. Давайте по, как бы, вот так вот как-нибудь потом где-нибудь вот здесь вот давайте построим вот здесь вот остановочку. Вот здесь вот, вот здесь такой одна, одна, но очень длинная такая будет, будет маршрут такой. Так, здесь у нас, здесь у нас, понятно дело, прям нужен. Так, надо по дорогам идти, как они нам показаны. Так, и вот так вот. Такой маршрут у нас будет, прям вот здесь вот. Потом один длиннющий маршрут мы сделаем. Ну давайте так, 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 потом. Он как-нибудь, давайте, развернется здесь возьмет, вот здесь возьмет, вот здесь возьмет, вот здесь народ, вот так вот, вот так вот, и здесь, наверное, давайте где-нибудь вот здесь вот остановку сделаем, вот здесь вот остановку сделаем, вот здесь, ну вот здесь. Здесь, ну, понятно, в принципе, я надеюсь, понятен, как бы, процесс этих установок. Кстати, есть даже достижения сделать там около сколько-то маршрутов, то есть, около 10, по-моему, что ли. То есть, чтобы мы остановились в отпуске, ну, ладно, это ерунда, в принципе, ничего. Так, магазин у меня вполне достаточно магазинов, единственное, что... Ух ты, это чего это? Это вот, это вот чего это? Недостаточно клиентов? Так, я честно, я первый раз такое вижу. Так, знаете, еще мы, наверное, одну остановочку сделаем, потому что, видите, вот здесь вот в центре-то есть, а вот так, к примеру, так. И погнали так, и вот мне бы куда-нибудь вот сюда вот выехать потом, вот куда-нибудь типа такого. Так, как она вот так вот где-нибудь вот, вот, вот так вот, и куда-нибудь вот сюда вот, и как-нибудь так вот соединяется. Не понял, в чем недостаточно клиентов. Это как это? Здание коммерческой зоны низкой плотности не работает, недостаточно клиентов. Похоже, моя вот такая вот развязка, она плохо работает, потому что вот буквально вот сейчас это появилось, и я не знаю, что с этим делать. Было бы метро, я бы сейчас сюда метро воткнул, и все, было бы классно. Ну, в принципе, знаете, скорее всего, вот, я понял, из-за чего это. Просто надобность, надобность в магазинах пропала, и тем самым, как бы, и магазины перестали быть востребованными. Скорее всего, из-за этого, я надеюсь. Так что, давайте дальше продолжим застройку, в принципе, здесь, видите, автобусов кучи, тонны ходит. Так, и вот здесь вот, наверное, все-таки придется мост делать, я прям-таки... Но, так как у меня появился мост, во-первых, ой, дороги появились с... Ну, в общем, более продвинутой, то я буду более продвинутой делать. То есть, дороги с деревьями появились, я думаю, это очень отлично, прям шикарно, и выглядит красиво, и... Давайте вот даже вот здесь, может, так вот проапгрейдить. В принципе, кстати, почему бы нет? А вот здесь, смотрите, почему-то не хочет греть. А, там потому что остановка была. То есть, это же... Ну, людям только хорошо от этого становится, когда такие улицы с деревьями появляются. Так что, думаю, вполне отлично будет. Всем доброе утро, чудесный день, бла-бла-бла. Так, отлично. И вот у меня здесь вот такой вот, ну, дилеммы, я бы даже сказал. Вот эти улицы, либо их длинными продолжать, длиннее сделать улицы, либо вообще сквозными. Вот эту дорогу я бы не хотел портить улицами, то есть, понимаете? А может быть, просто здесь вот еще такую сделать. Давайте-ка так вот и сделаем где-нибудь. Так, не апгрейд, то есть берем только такую. Вот так вот, и где-нибудь вот... Ну, вот отсюда вы давайте вот так. И здесь так же где-нибудь под максимум, так вот. И здесь мы уже соединим... Все. Только такие дороги. Надо, на самом деле, я бы проапгрейдил просто вообще все так дороги. Денег... Денег, честно говоря, у меня как-то так, ну... Много? Ха, я бы даже сказал, почти полмиллиона. Ну, ну, конечно, еще далеко до полмиллиона, но... 360 тысяч, это, по-моему, очень даже очень и очень много. Так. По возможности будем грейдить уж везде. И надо прям... Я займусь обязательно, но займусь, конечно же, за кадром. Засажу здесь все, к чертой матери, деревьями. Ну вот, вроде бы... Как поднялся уровень желания, так сказать, магазина, то и востребованность сразу здесь появилась. Все понятно. То есть нельзя, как бы, выходить вот за эти рамки. Так, кстати, очищаться здесь. А, объект очищается. Все. Прочитали. Так. Может быть, еще парк воткнуть? Ну нет, в принципе, все хватает. Вот я вот смотрю. Единственное, что я смотрю, что жилище уже нужно. Им они вот требуют. Давайте вот здесь вот улочки вот эти вот дозакончим, так сказать. Ну и думаю, этого вполне будет достаточно. А здесь мы, наверное... Здесь вот, наверное, так вот... Как-нибудь... Попытаемся красиво это все... Соединить. Ну, вот так вот как-нибудь. Ну, сойдет. Сойдет. Так скажем. Здесь вообще он тупик. Хотя вот, кстати, вот это вот можно убрать. Вот. Вот так вот намного лучше и симпатичнее, и приятнее выглядит. Конечно же, здесь же тоже можно будет построить, но я пока что не буду торопиться. Как видите, людей у меня вполне, ну, хватает. Единственное, что, скорее всего, я здесь вот еще построю участок земельный и поведу туда уже, как сказать, сделаю там необразованных людей. То есть вот здесь вот куплю участок, сделаю здесь жилище для... Ну, жилье для необразованных людей, потому что мне нужны эти люди, чтобы я им школы, в общем, уберу, и они будут далеко. И думаю, не будет в этом проблем. Так, и, как вы вот многие, наверное, уже заметили, я вот здесь вот немножечко, я смотрю, у меня электричество кончается, и давайте нефтяная электростанция. Вот к нем нефтяную электростанцию. Как вы думаете? Попробуем? Попробуем. Ой, что-то тут рядышком сразу недовольные стали. Нефтяная электростанция. Она, наверное, мне электричество дает просто немеренно. Так, давайте вот так вот сделаем. Конечно, можно было бы навтыкать таких вот улучшенные ветряки, там, и еще что-то в этом роде. Конечно, можно было бы так сделать, но... Сами понимаете, что... Ну, это такое... Как сказать... Ну, дорогое удовольствие, но, конечно, не спорю. То, что электричество меньше будет тратиться, это факт. Так... Здесь вот с трубой я немножечко неправильно... Давайте просто переделаем трубу, чтобы... Вот так вот. Вот отлично. Идеально просто. Все. И теперь нет вот этого такого щели между ними. То есть все путем. Так... В принципе, в принципе, пока что все нормально. То есть, как видите, они у меня... Прибыль у меня вообще просто огромная. Люди... Прирост человеческий идет. Единственное, что... Так, вот здесь недостаточное пространство. Давайте. Так, здесь запускаем. Здесь, наверное... Знаете что? Я, наверное... Надо было ее не запускать. Надо было ее сначала переместить немножко. И между ними еще одно воткнуть. Свалку, мне кажется, было бы так намного... Правильней. И, смотрите, у меня можно, в принципе, заводы немножечко... Немножечко расширять. И я вот смотрю, что как-то население странно в нули прыгает туда-сюда. Можно, конечно же... Вашим парком и сквером будет завидовать вся страна. Среднее увеличение стоит земли вокруг парков и площадей. Бюджет на украшения увеличен на 20%. Вашим парком и сквером будет завидовать вся страна. Давайте, выпускаем такой. Переработка отходов выпускаем. Запрет домашнего живота. Установка датчиков дыма. Давайте. Экономия воды не надо. Запрет курения. Не нужно ли взять целебных наркотиков? Бесплатный общественный транспорт. Отсутствие доходов от продажи билетов. Увеличение использования общественного транспорта. Вот увеличение, это, конечно, хорошо. Во-первых, это уменьшит... Во-первых, это уменьшит пробки. Потому что люди начнут намного больше ездить на транспорте. Ну и сами понимаете. Так. Вот слабое место мое вот здесь вот, конечно. И даже я не знаю, как его решить эту проблему. Честно говоря, там. Вот это место тоже какое-то такое странноватое немножко. То есть здесь людям не очень, мне кажется, будет удобно. Но давайте тоже сделаем, застроимся здесь. Потому что здесь и шумно, и как-то не очень приятно, мне кажется, будет там жить. Вот что я могу сказать. Так. Вот это вот что такое? По-моему, это явное... Явное недопонимание с дорожными службами у меня было сейчас. Так. Ну, в принципе, кстати, можно прям таки... Ой, здесь, если понятно, здесь надо очень-очень... Очень-очень аккуратно. Так. Вот здесь я уже не то сделал. Так. Сейчас водные службы. Водные службы в бой. Так. Все отлично. Дороги, конечно, вот, дорогам приходится уделять очень много времени, на самом деле. Потому что, вот, тут, наверное, самое сложное, это вот именно планировка дорог. Я вот смотрю, я вот делаю вот эти дороги, а от этого только лучше становится. Явно не хуже. Так, давайте в более масштабный режим перейдем. Так. О-о-о. Их, я неправильный грейд сделал. Я апгрейд сделал неправильный, ребятки. Вот здесь вот дороги там. Я двухстороннюю здесь дорогу поставил. О, господи, как же это надо внимательно-то быть прям. Чуть-чуть сразу все ломается. Сразу все становится не так. Так. Все. Вот теперь. Так, и здесь вот. Одностороннее. И здесь одностороннее. Все. Вот так вот должно быть. Все. Теперь все должно нормально быть. И вообще нельзя ни в коем случае тут сбивать эту систему. Потому что, не дай бог, я не замечу, когда-нибудь, что вот я сломал случайную систему. И, господи, тут такое начнется. Так, прирост, я смотрю, у меня почему-то в минус пошел. Давайте посмотрим, почему. Ну, в принципе... Кстати, может быть здесь... Давайте построим здесь больницу. Может быть здесь... Вот, сразу смотрю, лучше все стало. Так, хорошо. Ну, давайте, если вам... Смотрите. Слушайте, слышите, слышите, слышите сразу строение, как перестраиваться начали. Давайте построим здесь супер депо пожарных. Еще лучше все... Ох, прям, смотрите. Я прям слышу, как деньги прям мне на... Модернизация зданий. Слышите, насколько быстро происходит? Вот эти... Трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. Да тут прям видно, как это все модернизируется. Невероятно. А если я сейчас еще здесь участок поставлю? Вау! Всем тут прям вообще шикарно. И еще модернизация пошла. Я совсем забыл, что здесь модернизация идет, конечно, тоже же таким же путем, как и везде. Это, конечно, шикарно. Ну, и смотрите, сразу в минус пошло то, что мне, в принципе, не нужно. Так, давайте и школу здесь, говорят, вот можно построить. От этого они тоже довольные стали, и... Слов нет. Давайте и такую школу поставим. Просто я уже, я не знаю, может быть, им реально в кайф там от школы. А-а-а-а, школа реально появилась. Круто, круто. Невероятно. Я потратил очень много денег на это все, но, по-моему, это стоило того, потому что, мне кажется, прирост денежный сейчас попрет просто... Ну, я надеюсь, по крайней мере, попрет в бешеном количестве, хотя я не вижу, чтобы прям великий какой-то прирост ко мне пошли. Нет, вот я смотрю, сейчас как-то вроде бы растет, а вроде бы нет. Как-то, честно говоря, непонятно. Ну, ладно. Единственное, я вижу самый главный момент, это то, что население требует новые дома. Что, в принципе, я вообще просто вот как нечего делать, могу дать им. Это именно дома, просто вообще в любом количестве, пожалуйста. Так, вот здесь вот, я думаю, давайте-ка, почему бы нет. Так, и вот же у вас прямо рядышком вода, что вам не нравится. Так, и давайте здесь вот немножко вот так продлим. Так как-нибудь, да, вот чтобы ровненько было. Ну, ладно, трубу в любом случае. Ну, давайте так, ладно. Сразу вот очень резко упал на желание... Желание новых домов. Ну, вот странно то, что пишется мне здесь, что нужны им какие-то дома. То есть... И вот смотрю, здесь тоже школу требует, смотрите. Странно. От этого тоже развитие, похоже. И этого... Ну, как бы... Как бы это правильно назвать-то? Торговых точек тоже развитие от школ, зависит от всего, похоже, да? И чтобы оно в центре у меня сейчас здесь развивалось. То есть мне здесь тоже так же пожарку нужно воткнуть. Хотя она довольная пожаркой. Вот единственное, что здесь вообще школа не задевает вот эту часть. Давайте построим. Видите, сра... Ой-ю. Ого. Как сразу всем хорошо стало-то. Но хотя вот я смотрю, школа не влияет вот такое чувство, что она не влияет на... Вот эту вот зону, блин, как же она... Коммерческую зону, вот. Здание пожар. Ну, сейчас погасит. Вон там целых три машины прилетел. Ну что ж, на этом я пока что буду заканчивать, потому что, сами понимаете, построить хочется очень многое. На все времени не хватает. Но потихонечку-потихонечку мы развиваемся. Так что оставайтесь и смотрите, как развивается мой город. Надеюсь, вам интересно, чем это всем закончится. Лично мне очень интересно. Поэтому следите. Так, давайте вот немножко ее перетащим вот сюда вот. Так. Запускаем. Здесь давайте тоже начнем очистку. А здесь мы тоже начнем очистку. Быстро вот эти свалки заканчиваются. Сейчас я займусь тем, что буду засеивать здесь все деревьями. Постараюсь, по крайней мере, насколько терпения хватит. Так что ставьте лайки, потому что 50 лайков. И это вам обеспечит новую серию этой игры. Замечательный просто. И продолжение развития моего городка. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Ниль Гордон. Всем всего хорошего. Пока.